Увидеть русский север XVI века глазами французского мореплавателя Жанна Саважа теперь может каждый. Такую возможность всем читателям подарил земляк-путешественник, а писатель Бруно Виане. Он перевел и опубликовал в своей книге его рассказы. Накануне Бруно Виане лично презентовал свою книгу «Путешествие Жанна Саважа в Москву» в Неницкой центральной библиотеке. О том, какое впечатление произвели русские на французов и какие интересные факты хранит в себе книга писателя, расскажет Любовь Пермякова. Первый француз, который приехал в Россию и рассказал что-то о России. Он приехал в Архангельск. Бруно Виане, французский писатель, рассказывает гостям, пришедшим на встречу, о своем земляке, который в 1586 году первый описал свое путешествие в Россию. Его рассказ, состоящий из 30 параграфов, полностью опубликован в книге Виане. Путь, который преодолели французы, был очень долгим. Они прошли вдоль норвежских берегов, по северному ледовитому океану, вдоль Мурманского берега, вошли в Белое море, а в конце июня 1586 года прибыли на северную землю. Сан-Никола, в тексте Сан-Никола, это Северодвинск. Северодвинск, Сан-Никола по-французски. И Архангельск, это тоже Сан-Мишель-Арханж. Сан-Мишель. Архангельск назывался Сан-Мишель-Архангельск. Не было сначала опубликовано, но оставалось в виде манускрипта, записей от руки. В библиотеке. Удивление от встречи с этой северной стороной тоже описал Жан Саваш в своих заметках. Это и солнце, которое никогда не садится, традиции доброй выпивки, мастерство русских плотников, езда на непонятном тогда для французов транспорте, санях. Но это всего лишь один сюжет из целого калейдоскопа истории. Кроме воспоминаний путешественника, книга содержит также первый русско-французский словарь, составленный в XVI веке, корреспонденцию влиятельного дипломата Шарля де Дензея, раннюю переписку царей с французскими королями. Много письма, но документы новые. Например, у нас, можно показать вам, есть письма Генрих IV цару, который неизвестный только был в Москве в Рано. Это письмо царем Федором I Иоанновичем было отправлено королю Генриху III за год до путешествия французского мореплавателя. На следующий год был заключен первый торговый договор между двумя странами. Царь разрешил купцам, приплывшим на корабле Жанна Саважа, торговать в Москве. Этот самый ранний, дошедший до нас дипломатический документ, публикуется впервые. Таких интересных исторических фактов в книге множество. С некоторыми из них с гостями встречи поделился сам автор. Очень интересно, мне показалось, следующий факт, что дату установления Архангельской таможни установили не по нашим каким-то архивным данным, а по запискам вот этого путешественника. И особенно интересна тема, когда иностранцы, первые иностранцы посещали Арктику, вступали на нашу землю. То есть первые международные контакты. Интересны очень вот эти старинные карты. То есть на них, на некоторых присутствует не низкий округ, уже там остров Колгуев виден на одной из карт из книги. Во-вторых, ну интересно, как иностранцы воспринимали наше государство в те давние времена. Остальные интересные факты узнают сами читатели, когда откроют страницы книги Бруно Вяне и совершат историческое путешествие с Жанном Саважем. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.